Всем привет! Александр на связи. Сегодня буду записывать свои впечатления про модель ZTE-V967S. Вот в такой вот коробке поставляется данный смартфон. В принципе, ничего особенного по коробке здесь нет. По телефону чуть-чуть позже. Значит, в комплекте, как я уже показывал, распаковки поставляется зарядка. Вот такой вот переходник. Зарядка у нас 1 А. Есть вот такой вот USB кабель. Стандартно все это. И, в принципе, больше ничего нет. Нет ни пленки, нет ни наушников. Ничего нет. Ну, в общем, давайте про смартфон. По внешнему виду смартфон, скажем так, модель дизайна, вот если знаете, модель такую Hero H7300, образца 2012 года. То есть он довольно-таки толстенький, он довольно-таки большой, стандартный, без каких-либо изюминок. Ну, изюминкой можно считать в дизайне, конечно же, вот эту вот выпуклую камеру. Оно так прикольно смотрится, если мне не изменяет память. В какой-то Nokia вроде бы. Вот примерно так было это сделано. Так, по корпусу у нас спереди есть стекло, три сенсорных кнопки. Кнопки у нас чуть-чуть подсвечиваются, но они подсвечиваются очень-очень-очень слабо. Слева на право это назад, домой, меню. Сверху датчик приближения, датчик освещения, фронтальная камера, там буквально 1 мегапиксель или 2, и динамик. С этого бока у нас качелька громкости, вход под разъем microUSB. Скажу сразу, что разъем этот сбоку неудобен, его нужно выносить либо вниз, либо вверх. Потому что когда вы будете смотреть какой-то фильм или играть в игру на зарядке, то у вас будет болтаться тут кабель. То есть, ну, или вы вот будете держать вот так вот смартфон, тоже будет неудобно. Ну, да ладно. Сверху второй микрофон, разъем под наушники, кнопка включения-выключения. Мне, в принципе, у меня же iUG2, мне удобно вот этим пальцем включать и выключать этот смартфон. Сбоку, с этого бока нет ничего. Тут еще один микрофон и защелка под открытие крышки. Сама крышка, сзади смартфон имеет такую матовую поверхность. Она такого темно-сине-бордового какого-то цвета. Есть логотип ZTE. Камера 5-мегапиксельная, с хорошей вспышкой, автофокусом. Камера защищена вот таким вот еще дополнительным стеклышком. Ну, довольно-таки прикольно смотрится, мне это нравится. Давайте посмотрим под крышкой. Смартфон имеет хороший аккумулятор. Хороший не просто на словах, а действительно хороший. Здесь 2,5 мАч. Это реальная его емкость. Я об этом расскажу чуть позже. 2 стандартных больших симки в слот под microSD карточку. Я не тестирую 6432, у меня всегда стоит 16. С 16 гигами он работает отлично. Есть в этом смартфоне множество плюсов. Но есть довольно-таки большой такой букет мелких недостатков по смартфону. И сейчас будем с вами в этом всем разбираться. Хотел еще сказать, что вот этот ободок, это не металлический ободок. Это пластик, выполненный под металл. Скажу сразу. Начинаем вот с негатива. Скажем так, это не битый пиксель был. Я когда тестировал этот смартфон, очень часто приходилось его разряжать в ноль. Потому что делал я 3 прогона полного заряда-разряда. И было такое, что вот когда он в выключенном состоянии, после зарядки, он просто не хочет включаться. Ну, это все связано с прошивкой. Мы поставили прошивку, потом покажу какую. Ну, в прошивке довольно-таки много багов. Вот когда я потом перевставляю аккумулятор, то есть он загорается, вот эта заставка, подсвечивается фон как будто, ну, темный фон, ничего не изображает, но видно, что подсвечен. И тухнет. Как только перевставляешь аккумулятор, вставляешь, то он включается отлично, без проблем. Каких-то проблем в работе, в стабильности работы смартфона, когда уже он непосредственно загружен, я не заметил. Поэтому вот этот баг, который, это просто мои наблюдения. Ну, скажем так, в идеале этого быть не должно. Итак, начинаю свой обзор с технических характеристик. Все как всегда. Заходим в Antutu 4. Набирает эта модель 13537 по техническим характеристикам. Здесь у нас прошивка 4.2, вы видите, что модель ZTE V967S. Разрешение экрана 960 на 540. Матрица шикарная. Чуть позже покажу. Разрешения маловато, но, в принципе, за эти деньги, за которые мы его купили, напоминаю, купили на Pandit 136 долларов стоимость. Задняя камера 5 Мп, гиг своей оперативной, 4 встроенных, но доступно где-то вот суммарно 2 ГБ. Здесь четырехъядерный процессор, MTK6589, частота ядра, максимальная 1209 МГц. Графический процессор, это PowerWare SGX544MP. IPS малотвеса, само собой, плотность пикселей 240. Фронтальная камера Antutu показывает 1 Мп. Что здесь у нас еще? По количеству точек касания был приятно удивлен, что, скажем так, в бюджетной модели их 10. По экрану, по битым пикселям я не заметил каких-либо нюансов в этом плане. Экран качественный, экран очень хороший в этом плане. И какие же датчики присутствуют в этом смартфоне, давайте посмотрим. Здесь есть рабочий GPS, Wi-Fi, Bluetooth, само собой, датчик приближения, датчик освещения. Мне понравилась какая вспышка в этом смартфоне. Довольно-таки яркая, хорошая. Что еще? Гироскопов прочего здесь нету. Датчик приближения работает корректно, находится он вот здесь. Ну и датчик освещения. Да, работает тоже. Вот на него свет попадает, и он светится. В общем, эти все функции, заявленные, работают. Прошивку мы прошивали на этот смартфон с форума N4 PDA, через инструкцию есть определенную. Прошивка, в общем, стандартная, 4, 2, 1. Что интересно, в этой прошивке есть. Да, собственно, ничего особенного нету, все выполнено на русском языке, есть все необходимые функции. Опять же, негатив по поводу прошивки, видите, как отображается вот этот вот значок для очищения истории. А когда я его очищаю, то кнопки для статус-бара, открыть вот эти все менюшки, здесь просто-напросто нет. Она где-то там, она вот где-то тут находится, ее мы никак не клацнем. В самих настройках, в принципе, есть довольно-таки много интересного софта, который мы можем использовать в процессе использования самим смартфоном. Из того, что я пробовал, во-первых, вот это вот SRS True Media, какой-то виджет, какая-то программка для улучшения звучания, это все бред. Ничего оно не улучшает, не пользуйтесь ней, просто вставляйте наушники и пользуйтесь, и звук классный. Есть различные проигрыватели, браузеры, музыка, то есть тут все стандартно. Сама вот функция, вот есть какая-то штука какая-то, она даже не нажимается, подключена на Wi-Fi, не знаю, что это такое. Здесь все стандартно, все на русском языке, есть вот Update, тут можно выбрать какие-то прошивки, но я вам этого делать не советую, потому что обновление по воздуху в китайцах пока что не ахти. То есть, если прошиваетесь, то прошивайте уже что-то вручную с форумов. Переходим непосредственно к интересному моменту в этом смартфоне. Несмотря на то, что смартфон бюджетный, производитель нам предлагает очень классный экран. То есть, несмотря на то, что 960 на 540 смартфон обладает классным экраном с классной IPS-матрицей, довольно-таки велик запас яркости. Давайте посмотрим какие-то картинки, которые у меня есть на этой модели. То есть, углы обзора мне нравятся. Тут плохого я сказать про эту модель не могу, ничего абсолютно. Как по мне, цвета реалистичны, мне приятно смотреть на этот экран. А вот я продемонстрирую вам углы обзора. То есть, как вы видите, никакой здесь OGS-технологии нет. Здесь отдельные детали, тач и дисплей, это разные детали. Это видно, что изображение немножко глубоко посажено внутрь смартфона. Но тем не менее, на углы обзора, на искажение картинки это никак не влияет. Да, тут не будет вот такой вот угол обзора, что прям видно будет идеально вот в таких условиях. Потому что на OGS-смартфонах это видно. Но тем не менее, экран яркий, классный. Цвета довольно-таки яркие. По дисплею я не могу не сказать ничего плохого, учитывая, что стоимость на PANDA этого смартфона 136 долларов. Естественно, цена в Украине будет выше. Выше за гарантию, выше за все-все-все. За то, что вкладывают за свои деньги и тому подобное. Не в этом суть. Если говорить о производительности. Нет, по поводу экрана я не сказал. Очень важный момент, который хотел сказать. Когда тестировал эту модель, естественно, я тестирую аккумулятор, как вы все знаете. Я загружаю программку Epic Citadel. Давайте я вам просто сейчас покажу, как это выглядит, чтобы вы понимали и поняли, о чем речь. Программка Epic Citadel – это такая программа, которая тестирует нам наш смартфон, скажем так, игрой. И сейчас запустится, поймете, о чем речь. В общем, когда программа работает, он просто лежит, игра играет, бегает камера по этому миру. Все классно, все в порядке, все прикольно. Но в чем мой смысл того, что я сейчас вам это рассказываю? Видите, вот этот вот значок в углу экрана. Когда телефон лежит 2-3 часа беспрерывно, я его не трогаю. Он постоянно работает, 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 работает. Когда игру выключаешь, здесь такова матрица. Ну, можно сказать, что это бюджетная матрица. То есть я только что ее хвалил, а сейчас не похвалю. Я сфотографировал экран сразу же после того, как я заметил эту фишку. Я сфотографировал на другой телефон. В общем, когда я выключил игру, вот эту вот, у меня на экране, вот я зашел в настройки, и вот такая вот была штука. То есть уже у нас непосредственно другое изображение, но при этом на матрице остался вот такой вот отпечаток вот этого значка Unreal, который был только что в Epic Citadel. То есть я просто зашел в настройки, просто открыл вот так вот эти вот настройки, и где-то здесь снизу у меня был вот этот вот значок. То есть вот такая вот матрица, вот такие вот моменты, все по правде вам рассказываю. По производительности. Связка процессора MTK6589 и экрана с разрешением 960 на 540, как вы можете понимать, будет тянуть вам все игры, все что угодно, все будет классно запускаться. По поводу форматов видео, которые поддерживает данная модель. Во-первых, 720p, это вообще беспрекословно, смартфон отлично воспроизводит, все супер, все шикарно. Звучание, кстати, громкое, громкое внешне. Звучание в наушниках мне понравилось, как звучит. Есть и бас, есть и высокие частоты, но, скажем так, не особо громко. Опять же, мое видео про настройку звука в инженерке вам в помощи, я думаю, звук можно будет увеличить значительно. Что касается воспроизведения Full HD видео, то здесь обычный проигрыватель их не хочет воспроизводить так, как нужно. То есть, это темный экран, но звук есть. Для этого я использую программку MKV, через Play Market скачанную. Она воспроизводит, в принципе, все нормально, со звуком. И все супер. То есть, Full HD, звук есть. Смотрим, радуемся. Ничего здесь не тупит, не глючит, все в порядке. Идем дальше. Современные игры, программы запускаются тоже отлично. Благо тому, что здесь нормально прошивка настроена в плане работы с CD-картой. То есть, есть выбор места установки, выбираешь CD-карту, тут CD-карту. И все большие файлы, весь большой кэш игр ложится прямо в память, карточки памяти. Карта памяти у меня стоит здесь на 16 гиг. Вот доступно всего лишь 341, все остальное у меня занято. То есть, в этом плане здесь все удобно, хорошо, можно поиграть. И давайте смотреть, как запускаются современные игрушки. Игра Asphalt 8. Смотрим, как всегда, настройки. Настройки у нас максимальные. И давайте теперь смотреть, как этот смартфон будет воспроизводить эту игрушку. Также напоминаю, что в этой игре проверяется акселерометр, так как управление происходит в игрушке через акселерометр, через управление и движение смартфоном в его 3D-OC. Заставка, как всегда, подтупливает, как и на всех смартфонах абсолютно. А сама игрушка идет более-менее. Ну, точнее, как по мне, не глючит вообще. Игрушка Dead Trigger 2. В общем, пока будет запускаться, расскажу вам, опять же, минус этой модели. В общем, игра запускается, все отлично, с максимальной графикой, все вот эти вот дела, все супер, все шикарно. Но прошивка сделана таким образом, что тачскрин немножко некорректно себя ведет, вот именно в стрелялках. И там, где задействуется, вот так вот, как задействуется это в стрелялках, два пальца, два тача. Точнее, два тапа. Вот постараюсь вам сейчас показать. То есть, во-первых, настройки, все классно, все высоко. Давайте просто покажу сначала, как играет сама по себе игра. То есть, игра не глючит, не путает. Но, теперь смотрим за моими действиями. Смотрим на мой левый палец. Вот я его держу, вот я ним хожу. Я могу ходить двумя пальцами. Но, как только я отрываю вот этот вот палец правый, смотрите, я держу палец вверху, и у меня тап зафиксирован вот в этой точке. Сейчас я клацаю, отпускаю, оп, и он мне зафиксирован в этой. И сразу же я шел вперед, и теперь он у меня уже вперед не идет. Вот сейчас то же самое отпускаю, оп. И тап ушел совсем в другое место. Оп. То есть, это некорректная работа тачскрина. Это, скорее всего, прошивка. Это нужно пробовать другие варианты прошивок, потому что, ну, сталкивались мы уже с такими ситуациями. Решают такие вопросы в перепрошивке. Ну, в общем, следим за теми же самыми моими действиями. Вот я отпустил, и он сбросился. Вот я снова бегу, все, пока не плацаю ничего, все супер. Я только его отпускаю, и он сбросился. Вот второе касание мое. То есть, ну, это сугубо прошивка. Это сыроватая прошивка, видимо. Для корректной работы нужно шиться. А так, в принципе, игрушка идет шикарно. Никаких нареканий я сказать не могу, абсолютно. То есть, с играми смартфон работает отлично, все отлично работает. По играм, по техническим возможностям эта модель очень хорошо запилена, благодаря своему экрану и процессору. Идем дальше. Особенностью, хорошей особенностью, положительной особенностью этого смартфона является его аккумулятор. Аккумулятор здесь на 2500 мАч. И это не просто так, это действительно так и есть. Давайте смотреть тесты, которые у меня получились за все время тестирования этой модели. Во-первых, Antutu Tester у меня показал сумасшедшие 1020 баллов. Это действительно крутой результат. У меня тут слов нет. Например, Lenovo P780 набирает порядка 1200-1400, как мне помнится. Lenovo P770, который 3500 мАч, он набирал меньше этого показателя. Идем дальше. Я тестировал эту модель, конечно же, физическими тестами. Вот тест воспроизведения видео. Со 100% до 0, нет, до 5%. Вот у меня показалось 6 часов 41 минута. Это максимальная яркость. Я всегда делаю этот тест с максимальной яркостью. Это шикарный результат. Вот до 0, 6 часов 53 минуты. Практически 7 часов. Вот в конце, вот график работы аккумулятора, вы все видите, выводы делаете сами. И в режиме игры, в режиме максимальной нагрузки этого смартфона, это у меня 4 часа 15 минут. Это игрушка Epic Citadel. Я уже говорил об этом. Идем дальше. Тестировал я эту модель GPS. Все работает безукоризненно. Вы видите количество спутников принятых. Это в квартире, это даже не на улице, но это у окна. Это Navitel тест, это GPS тест. И это с инженерного меню тоже все работает, все отлично. Словил он у меня спутники за 8,6 секунды. Или 8635 миллисекунд. Камера в этом смартфоне очень слабенькая, я бы сказал. Она 5-мегапиксельная. Это так и есть. В настройках это подтверждается. 5 мегапикселей. Видео снимает модель в формате 720p. То есть, это формат HD-ready. Снимки получаются у меня довольно-таки средненького качества. Давайте покажу вам, продемонстрирую. Также, опять же, по прошивке. Скорее всего, неудачную прошивку мы выбрали. Видео и фото сохраняются не так, как обычно в папку DeadSim. А видео сохраняется в папку Фото. И видео сохраняется в папку Видео. Это совершенно не формат. В общем, фотографии получаются, в принципе, довольно-таки себе нормального уровня. Но, как только камера у нас требует больше света, и, соответственно, света ей недостаточно. Как это правильно называется, я точно не знаю. Но, скорее всего, это шумы. Вот вы видите, как отображается вот эта вот фотография. То есть, там, где свет есть, там все более-менее нормально. А там, где вот чуть-чуть уже потемнее, то вот такие вот шумы происходят. То есть, когда света хватает, то все без проблем. Видео снимает, вот смотрите, какие шумы вот здесь. Когда чуть-чуть темнее было, чем обычно. Смотрите. Вот смотрите, что происходит вот с этого бока. Видите, да, что делается? Ну, то есть, качество довольно-таки такое себе. А фронтальная камера для скайпа, в принципе, нормально снимает. Нечего тут требовать от фронтальной камеры, да и вообще от камеры за такие деньги. То есть, ну, для скайпа будет нормально. В целом, давайте подводить итоги. Модель ZTE V97967S имеет большое количество достоинств. Здесь это дизайн, здесь это корпус, это экран, это аккумулятор, работа GPS, работа наушников. То есть, в принципе, все классно. Экран за эти деньги шикарный. Аккумулятор шикарный. С Wi-Fi никаких проблем у меня нету, со связью, со звуком тоже проблем не было. Теперь из багов, из недостатков, которые, ну, только я увидел. Во-первых, а, еще я забыл, конечно же, однозначный плюс этой модели в том, что работает OTG кабель. То есть, довольно-таки бюджетный аппарат, но OTG кабель, вот эта вот функция, работает и все супер. То есть, можно подключать мышку, флешку, клавиатуру и тому подобное. Из минусов. Во-первых, матрица. На матрице у меня оставались следы, то есть, яркие белые картинки на черном фоне, потом оставались на фоне. Но по истечению какого-то времени это все проходило. Далее, камера. Камера это минус этого смартфона, камера довольно-таки слабенькая. Очень много багов в прошивке, в этой русской прошивке, которую мы прошили. Во-первых, это тачскрин, который в играх, в стрелялках довольно-таки ощутимо, и он сбрасывается. Во-вторых, вот такая вот особенность, сейчас покажу вам, смотрите. Я вставляю в него наушники. А здесь никакой информации у меня здесь нету. То есть, наушники работают, я проверял, тестировал. Звука на внешней динамики нету. Могу вам продемонстрировать. То есть, вот у меня запустил я песню. Вот играют у меня наушники. То есть, но вот сверху никакой информации по поводу этого нету. Также я уже говорил про вот эту вот кнопку, что очень неудобно это сделано. Как бы, ну это такое дело, это всё дело в прошивке. Вот эти все программы, вот эта программка, она абсолютно не нужна. То есть, я запускал через неё музыку, и музыка значительно хуже звучала. Поэтому, в принципе, всё. Модель по железу. У меня не возникает никаких претензий, не возникает никаких нареканий на этот смартфон. Очень много косяков в прошивке. Прошивку нужно подбирать. Мы прошили, ну, наверное, первую попавшуюся прошивку. Так всё работает стабильно. Но я думаю, что для более надёжной работы нужно поискать ещё более надёжную прошивку. Этот смартфон за свои деньги будет шикарным. За эти же деньги примерно вы сможете купить Lenovo A820. Lenovo немножко будет дешевле. Ну, наверное, из того, что выигрывает Lenovo у этой модели, это только камера. Камера, в принципе, по оптике. Там 8-мегапиксельная оптика. Ну, там нету вспышки, там нету. Ну, и там надёжная прошивка. По всем остальным параметрам, по качеству экрана, по качеству аккумулятора, по качеству самого смартфона, как мне кажется, ZTE данная модель будет круче. Поэтому, в принципе, всё. Всё, что нашёл, максимально рассказал вам. Все плюсы, все недостатки, все минусы этой модели. Я говорю однозначно, что эту модель стоит покупать. Это стоящая покупка. Хорошая цена. В принципе, всё. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok